Уважаемые коллеги, тепло приветствую вас. С вами Александр Лебедев и сейчас мы поговорим о корпоративном управлении, как источники новых рынков и высоких чеков для экспертов. Я прошу, чтобы во время всего моего выступления вы имели в виду вот эту вот цитату Карла фон Клаузовица «Стратегические просчеты невозможно компенсировать тактическими успехами». Позже вы поймете почему. Итак, с вами Александр Лебедев. Вот здесь вот подробнее написано, с какими институтами, с какими компаниями, с какими правительствами я работал. Бегло перечислено, по-моему, пара результатов. Я не буду на этом сейчас акцентировать ваше внимание. Данную презентацию вы можете скачать, она есть по ссылочке под видеороликом. Более того, тут есть несколько ссылок на дополнительные материалы, которые позволят вам более объемно взглянуть на картину. Соответственно, скачав ее, вы сможете по этим ссылочкам переходить и погружаться в вопрос, если посчитаете, с какой-то стороны это нужно. Итак, что такое корпоративное управление как инструмент для вас? Вообще, корпоративное управление – это понятие, которое охватывает систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. То есть корпоративное управление можно для себя визуализировать в виде схемки. У нас есть акционеры, есть управляющий орган компании, но это орган не один – менеджмент, а этот орган разделен на два. Да, есть менеджмент – орган исполнительного управления, который отвечает за то, чтобы компания была прибыльной, то есть он ведет свою деятельность в моменте, регулярную деятельность. Но выделяется и орган корпоративного управления, совет директоров, наблюдательный совет, по-разному можно называться, а это орган, перед которым собственники компании ставят задачи, стратегические задачи по увеличению стоимости компании. Соответственно, этот орган работает не в операционном порядке, этот орган работает в формате заседаний, обычно их в году 6-8, бывает побольше, чаще, ну, меньше редко бывает, меньше 6-ти редко бывает. Иногда бывает побольше, особенно если компания развивается в условиях некой турбулентности. Это разделение, вообще формирование вот такой вот треной структуры, как вы видите сейчас на табличке, это, по сути, верх того, к чему пришел капитализм, причем даже в разных странах, несмотря на то, что разные исторические предпосылки, культурные предпосылки и прочее. То есть это вершина капиталистической мысли, это то, как действует, как положено действовать коммерческой компанией, более того, некоторые принципы из этого применимы и в работе некоммерческой организации. Принципы корпоративного управления ограниченно применимы при организации работы попечительского совета НКО. Но это другая история, я думаю, вам это сейчас ограничено, ну, не является основной задачей в этом разбираться. Дальше идем. Если в компанию внедряют у себя корпоративное управление, вот исключительно за счет этого, она повышает свою инвестиционную привлекательность, чуть позже мы на цифрах разберемся, насколько, она повышает качество стратегического управления, если приглашает правильных людей в совет директоров, то есть носителей тех компетенций, которые в данный момент нужны компании для развития. Она снимает из себя ряд рисков, в том числе так называемую акционерную проблему, когда приглашенный менеджмент компании принимает лично для себя управленческое решение зарабатывать за счет компании, а не вместе с собственниками. И интегральным результатом внедрения корпоративного управления в компании является увеличение ее стоимости от одной до трех ЕБД, причем это, ну, обычно это минимум. Чуть позже, а я повторяюсь, мы вернемся с вами к последнему исследованию, к статистике. При этом директора входят в совет директоров компании, за счет этого они повышают свою стоимость на рынке труда, и они получают некую возможность к диверсификации источников своих доходов и своей практики. В принципе, компании ваших клиентов могут работать и без корпоративного управления, но это примерно то же самое, как играть в Тетрис, не пользуясь возможностью переворачивать фигуры. То есть вы просто собираете те фигурки, которые падают сверху, теми краями, которые они падают, не имея возможности их подстроить для того, чтобы сократить ряд. Есть вероятность того, что вы наберете какой-то высокий балл. Она есть, но она очень-очень невелика, и балл будет небольшой. В случае же, если вы имеете возможность пользоваться всеми правилами игры, а по большому счету капитализм это определенная совокупность правил, вы можете больше выжимать существующей деятельности, соответственно, из деятельности ваших клиентов. И для вас это хорошо чем? Во-первых, у вас есть гарантированная услуга, то есть услуга, которая гарантированно приносит пользу вашему клиенту, уже существующему, вашей клиентуре. Вы можете повторно пройти по своей клиентуре, которая вами наработана, с тренингами, если вы занимаетесь проведением тренингов, с консалтинговыми услугами, больше в области корпоративного управления, если вы занимаетесь консалтингом. Вы им принесете пользу, своим клиентам, уже существующим, за счет того, что предложите новую актуальную услугу. Также вы можете эту услугу использовать для выхода на новые рынки, для работы с новыми компаниями, с которыми вы раньше не работали, получая таким образом лояльных клиентов, которым вы можете предлагать уже то, что вы продаете сейчас. То есть экспертизу, тренинги, консалтинг по тем направлениям, по которым вы уже сейчас активно развиваетесь, но упираетесь в границы рынка. Если мы говорим про корпоративное управление, примечательно речь Оскара Хартмана на церемонии награждения 15 премии директора года. Вот у нас фотография. Я там получил директора года в не самой высокой номинации, Оскар получил лучшего независимого директора, тут есть ссылочка, можно посмотреть полностью его речь. Сбоку частью этой стенограммы, что важно. Когда он переехал из Германии в Россию, он был удивлен, что в России не широко распространена практика корпоративного управления. Немного компаний делают советы директоров. Он стал этим пользоваться, и это один из источников того, что он успешный серийный предприниматель, что его как корпората приглашают в Московская биржа, Альфа-банк. То есть он наработал определенный опыт, который он смог наработать за счет того, что внедрял практику корпоративного управления в российские компании. Это вот просто яркий пример того, как это может быть полезно вашим клиентам, собственникам бизнеса. На экспертов по корпоративному управлению сейчас растущий спрос. Это связано с тем, что, ну, во-первых, поставщиком, даже не так, компаниями, которые широко используют корпоративное управление, в первую очередь в России, являются компании, принадлежащие Российской Федерации. В них корпоративное управление более-менее регламентировано, но на уровне этого регламента есть в том числе и лакуны, которые оставляют возможность оказывать им услуги. То есть что-то государство ставит в рамках рамки, вот это делаете так, вот это делаете вот так. А какие-то ниши государство оставляет на откуп экспертам с рынка. Самый яркий пример, по большому счету, тут некий гарантированный рынок для некоторых из вас, это оказание услуг в области оценки качества корпоративного управления. Это обязательная услуга для публичных акционерных обществ, причем они должны приходить в эту услугу согласно регламентов бирж, зачастую даже в определенной ротации компании-оценщика. Соответственно, есть много компаний, крупных, для которых обязательно определенная экспертная услуга. Вы можете в них заходить с этой услугой, то есть вы можете оказывать услугу в области оценки качества корпоративного управления. Таким образом, вы получите вход в компании, в которую вы раньше доступа не имели, и запомнившись как качественный поставщик этой услуги в компании, вы можете дальше им предлагать те услуги, которые вы оказываете сейчас. То же самое с регионами. То есть вот здесь сейчас на слайде вы видите, ну, вам, наверное, сейчас мелко, но если вы скачаете презентацию, посмотрите ее. Здесь приведен отзыв профильного министра из республики Саха, Якутия, на услуги, которые я им, как региону, оказываю несколько лет. Некоторые из моих учеников, аналогичные услуги оказывают другим регионам. Возможно, для кого-то из вас, кто занимается развитием российских регионов, там, с теми же тренингами, с консалтингом, по разным направлениям, это может быть еще одним вектором вашей работы. Дальше, где еще нужно корпоративное управление? Корпоративное управление востребовано в частном секторе. Сейчас в частном секторе корпоративное управление это довольно растущий тренд, то есть все больше и больше компаний, которые, даже которые по закону не обязаны внедрять корпоративное управление, его внедряют. Те, кто уже внедряли, совершенствуют практики. Чуть позже мы на нескольких примерах рассмотрим, почему они так делают и какая статистика этого. Ну и важно, некоммерческие организации, давайте сейчас немножечко за скобками оставим, там довольно специфическая история эта корпоративка. А вот технологические стартапы, корпоративные акселераторы при крупных корпорациях, это тоже потребители услуг экспертов в области корпоративного управления. То есть технологическим стартапам надо ставить корпоративное управление для того, чтобы они эффективнее и быстрее росли, корпоративным акселераторам для того, чтобы они увеличивали стоимость тех технологических стартапов, которые они акселерируют. Опять же, некоторые мои выпускники занимались этим в нескольких крупных корпорациях, названия которых вам однозначно знакомы. Качественное корпоративное управление упрощает доступ компаний ваших клиентов к ресурсам. То есть для ваших клиентов и для их компаний становятся дешевле и доступнее деньги, причем как инвестиции, так и займы. Чуть позже мы разберем на следующем слайде. За счет совета директоров, которые многогранно рассматривают определенные стратегические вопросы, компаний проще увеличивать свою долю, применяя разные инструменты, завязанные в той или иной степени на корпоративное управление. Например, корпоративное управление очень плотно связано с организацией и приведением сделок слияния и поглощения. Качественный работающий совет директоров быстро покажет, какой рынок бесперспективный, а на какой рынок наоборот есть смысл диверсифицировать деятельность компании. То есть качественное корпоративное управление увеличивает качество стратегического управления, причем зачастую радикально, и открывает доступ в том числе к новым рынкам, показывая их. Качественное корпоративное управление позволяет компаниям приглашать лучших людей, в первую очередь в менеджмент и на должности высокооплачиваемых специалистов за счет того, что эти лучшие люди обычно ценят открытую систему с прозрачной мотивацией, с понятным развитием и с тем, ну, мой коллега специалист по внедрению корпоративного управления в российские частные компании, Виталий Королев пользуется таким термином базароответственность. Вот качественное корпоративное управление позволяет говорить о том, что компания и ее собственники базароответственны. То есть есть система с простыми понятными правилами, она прозрачна и там нет возможности в каком-то моменте юлить. Такая система приглашает, является привлекательной для соответствующих людей. Обычно это люди очень развитых компетенций, это более качественные люди, то есть, ну, можно приглашать менеджмент такой, который не во всякую компанию пойдет. Еще корпоративное управление упрощает доступ компаний, ваших клиентов к ресурсам. То есть, создав систему квалифицированного заказчика на уровне совета директоров, можно упростить доступ к сырью. По сути, создав совет директоров на уровне, допустим, вот ваш клиент, его компания, некий этап производственного цикла она занимает. То есть, есть производственные циклы до нее, есть этапы производственного цикла после нее. Сложный передел продукта идет. Гармонизирует через советы директоров и профильные комитеты стратегии компании, ее поставщика, компании, для которой наша компания является поставщиком, можно без де-юра вертикальной интеграции сделать вертикальную интеграцию де-факто, гармонизировав стратегии. Это позволит понимать нюансы в работе того или иного поставщика, гармонизировать опять же его производственные возможности с производственными возможностями на вашем этапе, рассматривать всю систему создания ценности как некое единое целое, не только на уровне вашей компании, но и тех, которые в цикле до вас и после вас и за счет этого опережать ваших конкурентов. К цифрам. Исследование на базе результатов опросов глобальных инвесторов вот тут есть ссылочка на него, можете те, кто скачал презентацию, по ней перейти и посмотреть более детально данные исследования, показывает, что премия к стоимости компании за эффективное корпоративное управление варьируется от 10 до 50%, то есть понимаете, ваш клиент может вкладываться в основные средства, строить заводы, строить склады, за счет этого увеличивать стоимость своей компании, а может воспользоваться вашими услугами по внедрению корпоративного управления и точно так же существенно увеличить стоимость своей компании при ее оценке инвестором. Одновременно инвестор выдает неплохой дисконт за низкое качество корпоративного управления или многие портфельные управляющие вообще могут не рассмотреть компанию со слабым корпоративным управлением как объект инвестирования, а в случае если речь о дисконте он может доходить до 80%. С чем это связано? С рисками инвестора, потому что если в компании нет прозрачной управленческой системы, которую в капиталистическом мире лучше всего дает корпоративное управление, то у инвестора нет однозначного понимания того, что он деньги в компанию положит, а потом из нее их не сможет достать. И наоборот, если компания внедряет качественное корпоративное управление, ей проще договориться с инвестором на какие-то специфические условия. Например, очень показательным является кейс компании сплат. Давным-давно, когда сплат был намного меньше, чем сейчас, еще не был крупным экспортером, если вдруг кто-то не знает, это компания, которая очень широкой линейкой качественной продукции в области зубных паст, зубных щеток, средств гигиены. Они занимаются экспортом до сих пор. Они значительно усилили свои производственные мощности в свое время за счет привлеченных средств из Европейского банка реконструкции развития. так вот, эти средства им были предоставлены после того, как они внедрили лучшие практики корпоративного управления, то есть сплата до сих пор ООО. ООО не обязаны внедрять совет директоров, но они это сделали для того, чтобы быть прозрачнее и понятнее акционеру, прозрачнее и понятнее инвестору в том числе. И представитель банка, ну, банк в целом решил поддержать сплату определенным кредитным продуктом, за счет которого они впоследствии использовали на техническое перевооружение, когда они предоставили его представителю кресло в совете директоров. То есть представитель банка в совете директоров компании является сразу агентом компании в банке и агентом банка в компании. Он знает, что происходит в компании. Ему не обязательно это говорить, это просто влияет на его решение. И он знает, что происходит в компании. Он, как член совета директоров, вправе запросить определенные документы. Вот такая система позволила сплату стать той компанией, которой он является сейчас. И аналогичный путь может поставить компания вашего клиента. Другой путь. Здесь я не могу называть компанию, но смысл в следующем. Есть некая компания N, которая внедрила у себя совет директоров. Причем инициатором ее внедрения был генеральный директор. у которого там нет доли. Это было сделано за следующим. Ну вот, казалось бы, зачем человеку над собой ставить еще некий коллегиальный орган? Во-первых, он снял с себя головную боль по ряду стратегических вопросов, то есть часть полномочий перешла на совет директоров. Во-вторых, совет директоров был сформирован из представителей некой госкорпорации и некого банка, ну и представителей акционера, компании. Соответственно, все стратегические решения принимаются на уровне совета директоров. С компанией снята головная боль по объемам сбыта, потому что представители госкорпорации, которые берут у нее большую часть ее продукции, они входят в совет директоров. Им не надо говорить, что происходит в госкорпорации, им не надо делиться сведениями, которые вставляют компоненты коммерческой таймы, они просто говорят нам нужна вот такая-то продукция в такой-то срок, а в этой продукции пожалуйста добавьте вот такие-то потребительские свойства. И туда же входят представители банка, которые предлагают более подходящие продукты для технического перевооружения компании, для реализации ее стратегии, для того, чтобы лучше удовлетворять запросы именно этой госкорпорации. То есть у компаний уже все хорошо, у них есть доступ к деньгам, у них есть доступ к рынку сбыта и этот доступ зацементирован на уровне советов-директоров. В совет директоров входят представители как тех, так и других. Расскажите своему клиенту об этом. Я уверен, он захочет повторить такую историю. Это очень интересная история. Те из вас, кто занимается допустим кадровым консалтингом, я думаю, что здесь есть и такие, вы можете за счет корпоративного управления как инструмента предлагать новые возможности своим клиентам, потому что представители топ-менеджмента могут реализовываться не только в найме, но и в работе в советах директоров. Вот здесь на слайде кратко перечислены знания, умения и навыки, востребованные у корпоратов, то есть если обладает которыми ваш клиент, вы можете ему предложить рассмотреть возможность войти в существующий совет директоров или вы организуете совет директоров в какой-то компании как консультант, а он туда войдет как член совета директоров в дальнейшем. Сейчас, в 2022 году, есть определенный ряд навыков, которые очень востребованы в советах директоров, как государственных компаний, так и частных, как в России, так и за рубежом. В первую очередь это управление IT, вот именно управление цифровыми технологиями, цифровой трансформацией, управление кибербезопасностью. Это то, что связано с долгосрочным устойчивым ростом компании, ESG, реализация программ корпоративной социальной ответственности, гармонизация в области governance, то есть гармонизация стратегии развития вашей компании со стратегией развития региона, допустим. В нескольких регионах есть отличные результаты, тут ранее уже был отзыв из Якутии, в Нижегородской области тоже очень интересная возможность открытой стратегии, к которой компании, игроки могут присоединяться и в нее вписываться в стратегию развития региона. Работа со стратегиями в области климата, в области нагрузки на окружающую среду, то есть вот все, что скрывается за буквами ESG, сейчас очень востребовано. Это навыки в области стратегического управления. Стратегическое управление и корпоративное управление это очень сильно перекликающиеся понятия. То есть для корпората важно владеть навыками стратегического управления, соответственно, если у вас есть кандидат, который в этом очень силен, смело двигайте его в советы директоров, он будет востребован. Это маркетинг. Сейчас есть определенные сложности вследствие того, что рынки сильно волатильны. Глубокое понимание маркетингового позиционирования реализации маркетинговой стратегии и ее оперативных корректировок это то, что на уровне совета директоров может сильно повлиять на то, компания выживет или утонет. Это навыки в области командообразования. Соответственно, там поднавыки такие как медиация, фасилитация, создание из отдельных ярких звезд эффективного созвездия, причем с поправкой на существующие реалии, часто работающего гибридно. Кто-то онлайн, иногда оффлайн. Это продажи бизнеса, это антикризисное управление и даже проведение компаний через банкротство. Эти группы навыков очень востребованы в том числе в госкомпаниях, потому что госкомпании с одной стороны регулярно приватизируются, раз в два года принимается в России прогнозный план приватизации, куда входит много компаний. С другой стороны, многие госкомпании когда меняют свою организационно-правовую форму, то есть перестают быть унитарным оказывается, что они не очень хорошо вписываются в рынок и они тонут. Для них важно внедрение антикризисного управления или, если они утонули уже довольно сильно, важно корректное проведение их через банкротство для того, чтобы акционеров в лице Российской Федерации досталось побольше. Соответственно, вот эти вот группы навыков очень востребованы в Советах директоров. Если что-то из этого, а в идеале пару вещей из этого, ваш кандидат, который у вас в кадровом консалтинге или там которому вы помогаете строить свой карьерный трек, есть, пожалуйста, смело ему предлагайте историю, связанную с Советами директоров. Ну, что еще? Тренинги для собственников, это понятно. Консалтинг, управленческий консалтинг в области внедрения Совета директоров. Опять же, качественное внедрение корпоративного управления позволяет решить много задач собственника. То есть, если среди ваших клиентов собственники, которые хотят, допустим, выйти из операционной деятельности, выстроить систему, в которой менеджмент скорее, потому что это нельзя сделать однозначно, но скорее не будет воровать, чем будет воровать, а те люди, которые готовятся к продаже своего бизнеса, к сделкам слияния и поглощения, к передаче бизнеса по наследству, вот это все разные ситуации, которые корпоративное управление может помочь решить, как технология, поэтому здесь вы можете предлагать своим клиентам очень разные продукты, которые будут решать их запросы через, по сути, внедрение этой технологии. Про оценку качества корпоративного управления и такой субпродукт оценка эффективности работы совета директоров я уже говорил. Важно, среди ваших клиентов есть не только те, кто планирует внедрить корпоративное управление, но еще этого не сделал, но и те, кто корпоративное управление уже внедрил. Компания Hedrick & Struggles это крупные консультанты и рекрутеры, то есть их услугами пользуются 70% из тысячи крупнейших американских компаний, из Fortune 1000. они занимаются формированием корпоративной культуры, топ-рекрутингом и консалтингом в области лидерства и параллельно они ведут анализ того, как формируются советы директоров. Так вот, у них недавно вышло исследование по новым советам директоров и новым членам советов директоров крупнейших 500 американских компаний и тут оно есть по ссылке вы можете с ним ознакомиться я уверен, что вы глобально конкурентоспособны и английский язык для вас не будет каким-то непреодолимым вызовом так вот, что важно рекорд поставлен по количеству новых членов советов директоров 43% директоров в этом году новоизбраны то есть очень большая текучка в существующих компаниях связана с тем что компании понимают сейчас важны свежие перспективы сейчас нужно удалять из советов спящих представителей надо добавлять носителей актуальных компетенций много входит директоров с экспертизой в области устойчивого развития с экспертизой в области кибербезопасности в области цифры корпоративное управление в компании в которое оно было внедрено допустим 7 лет назад оно уже нуждается в определенной актуализации и здесь вы тоже можете помочь что же дальше с этим знанием вам делать во первых я вам решительно рекомендую расширить ассортимент услуг разработать некие новые маркетинговые материалы новые презентации просто посмотрите как их будут брать ваши клиенты подсказка вот с этой моей презентации которую вы я надеюсь уже скачали вы можете начать использовать ее как образец вы можете предлагать эти услуги существующим клиентам вы можете вот эти услуги новые которые вы разработаете или уже разработали, вы же уже понимаете, как вы на свою практику положите то, что вы сейчас услышали. Вы можете использовать для продвижения и нахождения новых клиентов, потому что по большому счету сейчас для многих сегментов это все еще голубой океан, в который вы можете выйти. За счет этого вы найдете новых клиентов и выстроите с ними отношения, они встанут впоследствии потребителями ваших традиционных услуг. Того, что вы оказывали до сих пор, еще не владея знаниями о корпоративном управлении. Я вам рекомендую сейчас записаться на вебинар. У нас будет бесплатный вебинар по корпоративному управлению. Он проходит на базе Международного НИИ проблем управления. Вот здесь есть ссылочка. Ссылочка есть же под видео. Она есть в презентации, вы видите. Все участники вебинара получат электронный сертификат. На нем мы рассмотрим, как корпоративное управление работает в России и почему оно работает именно так. То есть мы разберемся с предысторией. Без нафталина, не ставя перед собой цель повысить там уровень вашей эрудиции, это будет побочным продуктом. А чтобы понимать, почему все так сложилось, мы рассмотрим документы, которые регламентируют корпоративное управление в России. Вы поймете, как их применять. Мы посмотрим, как использовать это знание для быстрого старта вашей работы с советами директоров. Мы разберемся, какие контринтуитивные, то есть неожиданные сильные ходы для вас сейчас существуют и какие популярные ошибки набили ваши коллеги. Соответственно, как там вам их же не совершить. То есть разберем популярные ошибки. Итак, бесплатный вебинар это первая возможность. Вторая возможность того, что вы сейчас можете сделать. Вы можете записаться на программу Сингапурской Академии Корпоративного Менеджмента, по окончании которой вы получите сертификат международного образца, но которая проходит на русском языке, программа Корпоративного Управления 21 века. Это передний край Корпоративного Управления в мире сейчас. Программа регулярно актуализируется. Она содержит в себе самые актуальные, самые свежие практики в области Корпоративного Управления, то есть возвращаясь к тому, что среди вашей клиентуры могут быть представители компании, которые Корпоративку внедрили несколько лет назад, вы после этой программы будете лучше понимать, что именно, точечно, глядя на их систему Корпоративного Управления, что где внедрили, для того, чтобы они получили быстрые результаты, а вы, соответственно, более лояльного клиента. Третья возможность. Я думаю, что она для всех, но мне кажется, что она для многих из вас. Это программа Doctor of Business Administration and Corporate Governance, то есть доктор бизнес-администрирования в области Корпоративного Управления. Она проходит на русском языке на базе Международного Института Проблем Управления, но это программа, то есть это база, научная база, научно-производственная. А вообще, это программа двух академий, знаменитой Британской Академии Бизнеса и уже упомянутой Сингапурской Академии Корпоративного Менеджмента. По итогам вы получите две степени Doctor of Business Administration. Ну, то есть, вы понимаете, с одной стороны, доктор, Doctor of Business Administration это следующая высшая ступень после Master of Business Administration. Но для того, чтобы ее получить, MBA у вас может и не быть. То есть, вы можете его получать на базе существующего высшего образования, ну, магистрского или бакалавровского российского высшего образования. Что важно упомянуть? Международный Институт проблем управления является партнером Европейского экономического комитета, который поддерживает докторантов грантами. То есть, если вы рассматриваете для себя программу Doctor of Business Administration, вам есть смысл готовиться к тому, что большую часть этой программы за вас оплатит Европейский экономический комитет. гранты довольно крупные, в пересчете на рубли максимальное возмещение составляет более 2 миллионов, вот, соответственно, это хорошая поддержка вашего экспертного развития. Я бы вам решительно рекомендовал воспользоваться этой возможностью, более того, я и воспользовался в свое время и очень доволен. Вместо заключения мне очень нравится цитата Мишеля де Монтэня «Не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого». Вот, пожалуйста, давайте так не делать. Давайте так будет не с вами, а с вашими конкурентами. Давайте все-таки достигать того, чего мы желаем, ставить перед собой крупные цели и подходить к ним. Я надеюсь, что мы с вами очень скоро увидимся на вебинаре или на одной из упомянутых мной программ, а потом совместно поработаем в консалтинге, заработаем денег на совместных учебных программах или в зависимости от. С вами был Александр Лебедев. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok